А вообще здесь много изменилось с тех пор, как завод стал частью Сибура? Да, очень много. Даже, я же не говорю, что изменилось материальное многое оснащение, меняется отношение работников к саму Сибуру. Если первые соцопросы были, и лично я даже воспринимал Сибуру что-то далекое и так далее, то теперь это все гораздо стало ближе. И присутствие Сибура ощущается уже везде, и контингент, и люди понимают, что без Сибура, в принципе, обществу, наверное, том с нефтехиму не жить. Вот эти гранулы еще недавно были попутным нефтяным газом. Посмотрим, во что их можно превратить. Пленка. Прекрасная пленка, я считаю. Если на ней одна мурашка, то это не страшно. Но вы, как положенного ТК, придираетесь к любой мелочи. Нет, мы не придираемся. Мы же должны угодить потребителю. Мы же не должны ему, лишь бы впарить свой продукт, при этом чтобы он был плохого качества. Но это, по-моему, одно и то же. Итак, полиэтилен, сорт высший, соответствует требованиям ГОСТ, годен для использования по назначению. Сибур в некоторой мере, только в последние несколько лет, начал приобретать облик глобального игрока. И проявление той стратегии, которая была задумана в 95-м году, она начинает только-только реализовываться. Но грянул 2008 год. Кризис. При вхождении кризиса все недооценили. Вся управленческая команда компании недоценила, что может быть. А потом, когда уже в кризисе находились, возможно, переоценили, как кризис может на компанию повлиять. Несмотря на кризис, инвестиционная программа Сибура не была свернута. По большому счету, из кризиса компания достаточно резко выпрыгнула в апреле-май 2009 года, когда начала возвращаться экономика, когда цены стали подтягиваться вверх. И с тех пор динамика, по сути, помесячно положительная. Насколько вам комфортно живется в составе большого холдинга? И насколько, в свою очередь, Сибуру удалось стать новой родиной для огромного числа предприятий, разбросанных по территории всей страны? Наше предприятие – одно из немногих подобных предприятий, которое работало без остановки. Это благодаря именно вхождению в крупный холдинг, который позволил минимизировать риски и проблемы, возникшие в рамках кризиса. И на сегодняшний день я не представляю том, с нефтехима отдельным пособленным предприятием. Вхождение заводов, входящих в холдинг «Сибурусские шины» в состав Сибура, в свое время позволило придать новый импульс их развитию, получить доступ к ресурсу инновационному, технологическому, к возможности участвовать в разработке новых видов сырья, каучука и других видов. Новые идеи в конце концов формируют новые коллективы людей вокруг себя, друзей, соратников, именно по направлению тому, которому оно выбрано. Он выбрал человека. Я считаю, что это творчество. Это творчество, если так сказать, что еще и мыслей. Плюс, конечно, инвестиция, возможность опираться на финансовые ресурсы, управленческие ресурсы Сибур-холдинга. Все это очень благотворно сказывается на развитии, на настроении в коллективах. Нефтехимия – это все-таки сначала наука, а уже потом производство. Вот здесь находится мозговой центр Сибура. Это здесь рождаются новые технологии, которые обеспечивают конкурентноспособность компаний. Здесь положено ходить в халате и очках. На 90 с лишним процентов отраслевая наука, прикладная так называемая наука. Кто ее создаст? Кто ее воссоздаст? Только такие крупные центры, холдинги, где можно найти средства для развития науки, научных там проектов, проектных работ. Пример – тот же Сибур. Давайте начнем нашу экскурсию. Хроматография. Хроматография. Масс-спектрометрия. Да. А это зачем? Я просто когда начну переставать понимать, я вас буду останавливать. Хорошо. Я чувствую себя, как тот счастливый землянин, который наконец встретился с представителем инопланетной цивилизации и старательно кивает головой, делая вид, что он понимает, о чем ему говорят. Ну, я постараюсь еще более подробно. Вот мы с вами подошли к нашей жемчужине коллекции. Это масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, который позволяет делать анализ практически всей периодической системы Менделеева. Ну, в принципе, все остальное оборудование в этой лаборатории предназначено для глубокой дуочистки. Дальше мы с вами перейдем. Сибург является катализатором или лицом России сегодня в этом направлении. Самое главное, значит, они должны помнить всегда, во имя чего создавалась компания. Это одна из важных вещей, которую компания изменит. Желание обсуждать, возможность обсуждать и, в принципе, способность людей разговаривать друг с другом, слышать других, каким-то образом находить совместные решения, совместные идеи и их образования. Сибург не жадничает и делится своими кадрами, посылает свои кадры, которые прошли очень хорошую школу в Сибурге, посылает органы управления. Вот это считается для меня очень хорошим знаком. 15 лет. Много это или мало? Много, если вспомнить, сколько уже было всего сделано. И мало, если учесть все то, что еще предстоит сделать, удивляя партнеров и конкурентов. Поехали! Приятно вспомнить, что уже 15 лет прошло, так, как будто все было вчера. Когда меня часто спрашивают о том, что представляет из себя компания сегодня, один из примеров, который мне хотел привести, это то, что мы не можем найти одного профессионального праздника для себя. В компании работают люди, которые занимаются связой и переработкой, которые занимаются различными направлениями нефтехимии, которые выпускают шины, которые выпускают минеральные удобрения. Также есть люди, которые помогают нам всем это производить, которые перевозят продукцию, которые реализуют эту продукцию. Люди, которые занимаются финансами, люди, которые занимаются юридической наукой и какими-то другими направлениями. Мы все одна команда людей, которая пытается индустрию в целом, российскую нефтехимию и нашу компанию как наиболее яркого и крупного ее представителя сделать лучше. Первое пожелание компании «Симур» – чтобы были все те планы, которые она наметила на ближайшие 10 лет. И 15, и 30, и 45, и другие на 15 делящиеся числа лет, чтобы она прожила успешно. Дальнейшее развитие компании и достижение самых амбициозных целей. Сохранить нормальные отношения с партнерами и с теми людьми, с которыми они работают. Мы ждем компанию «Симур» на фондовой бирже ММВБ с новыми инструментами, которые, безусловно, будут востребованными инвесторами. И надеемся в будущем ее видеть в числе лидеров российского фондового рынка. Прежде всего, это здоровье всему кадровому составу «Симура». И сегодня в «Симуре» собран очень хороший кадровый состав. Чтобы все работали безопасно, чтобы не было происшествий, чтобы не было пожаров. Творческих успехов, достижения намеченных целей. Есть один рецепт. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. План у нас амбициозный, поэтому если они будут удачно выполнены, то, наверное, мы станем действительно российской компанией мирового уровня. Это было бы здорово, и я бы хотел этой компанией в это время работать. Быть лидирующей компанией, это нужно именно заниматься в первую очередь людьми, их благосостоянием, их отдыхом, их культурой. И тогда будет все нормально. Мы должны успешно работать не только для того, чтобы жили хорошо мы сами, наши близкие, но и для того, чтобы страна, в которой мы живем, наша Россия, действительно заняла тоже достойное место в этом непростом, но очень интересном мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова